Окей, ёфи. Сейчас всё видно, да, и даже экран вам виден. Напишите, видно ли беленький экран такой. Даже вам сейчас что-нибудь напишу. Те, кто в первый раз. Брухим обаим. Добро пожаловать. На радио Иврит. Радио Иврит. Им Тимур. Хон. Ну, ребят, нормально, видно, слышно. Можем начинать. Можно начинать. Кстати, сегодня, если кто-то хочет, я вас всегда призываю подключаться, общаться, отвечать на вопросы. Тоже можно. И задавать вопросы можно не только письменно, но и в аудиоформате тоже. Загам хашу. А тема, какая у нас будет интересная тема сегодня? Тема у нас, знаете, какая будет? Как всегда, пиалим. Глаголы. Если бы точнее, то глаголы, которые очень звучат схожи, похожи. Окей. Я вам сейчас продиктую пять глаголов. И вот почему важно знать грамматику. Вот почему важно изучать глаголы, потому что тут очень важно понимать. Смотрите, пять глаголов. Первый. Леонот. Второй. Леонот. Третий. Леянот. Четвертый. Леонот. И пятый. Леенот. Звучат одинаково. Как вы думаете? Давайте мы их прямо пропишем и затронем каждый-каждый из глаголов. Скадима. Первый у нас... Я буду писать письменно. Мне так прикольнее. Первый у нас леанот. Почти прикольно. Леонот. Второй у нас леанот. Похожий чем-то на первый. Пишется очень схоже. Третий у нас леанот. Леанот. Четвертый у нас леонот. Просто буква Э не всегда слышна, поэтому это звучит как леонот. И третий у нас будет леанот. Теперь кто-то из вас скажет. Тимур, теперь ты понимаешь, почему этот иврит учить невозможно. Все звучит одинаково. Еще и пишется почти одинаково. На хон. Я все понимаю, ребят. Но. Малатсо. Бишвили за темпо на хон. Поэтому вы здесь. А давайте начнем с самого простого, первого глагола. И это глагол какой у нас? Леанот. Корень айнун. Хей. Как он переводится? Давайте писать. Давайте писать. Александр, матьте усеби ладай хама? На хон. Я фе. Я фе, я фе. Он это будет отвечать или ответить. Кстати, с каким предлогом? Как правило, будет предлог либо кому-либо. Предлог ле. Например, ответить ученику. Леанот ле тальмид. Либо предлог аль. На что ответить? Например, на вопрос. Леанот ла шей ла. На телефон ответить. Правильно, ребят? Вы отвечаете иногда на телефон, когда вам звонят? Отвечаете. Но тут есть маленький нюанс. Если мы отвечаем на телефон или на сообщение, мы не используем предлог аль. Никогда. Мы используем предлог ле. То есть, вроде один и тот же предлог, да, ответить на вопрос и ответить на звонок. Но, увы, мы говорим ответить на вопрос. Леанот ла шей ла. Окей. И ответить на телефон будет леанот леа телефон. Не аль телефон. Знали об этом? Леа ма талон и ле телефон. Леа ма талон и лео даот. Почему ты не отвечаешь на сообщение? Ле о даот ла телефон с предлогом ле, хотя это как бы на что. Но именно на вопрос у нас будет, конечно, как и в русском языке, аль. Есть? Уже, да, начали с тяжелой артиллерии. Окей, Ахшаб, в немного сухих данных это бинян пааль корень ай нун эй. И он образует много одокоренных слов, в том числе слово ответ. На иврите слово маане. Как правило, это больше ответ, который мы ожидаем. То есть есть прям-таки ответ в виде слова чува. Но если слово маане, особенно когда вы звоните, и никто не отвечает, никто не поднимает трубку, тоже на иврите говорят эйн маане, эйн маане. Или я не получил ответ, ответа какого-то более формального, официального. Лёгкий бальти шум маане. Давайте что-нибудь, давайте периодически, чтобы вы были в тонусе. Если я буду спрашивать, оп, понятно, просто в чате пишем плюсик, да, есть. Идем дальше, окей? Это важно. Ахшаб, да, глагол, оно очень бытовое, мы часто его используем, спрягаем, естественно. Это анити, анину, он, мы ответили, оне, она и так далее. Ну и в будущее время там будет тоже с буквой гей в конце, вместо окончания от. То есть та ане на ане, я ане и так далее. Что интересно, этот же корень образует слово они и они, что переводится уже как pur, нищий, и они, нищита. Но зачем вас грузить лишней информацией? Идем дальше. У нас есть глагол ле-ге-а-нот. Как вы думаете, как переводится глагол ле-е-а-нот? Похоже, да, как бы тут будет ле-а-нот, тут ле-а-нот. Ахшаб. Ле-а-нот это уже, по сути, у нас будет бинян не фаль. То есть если в прошедшем времени мы возьмем вот этот глагол, ле-а-нот, и скажем, что он ответил, у, она, то на, она, на ибрите, можно перевести как был отвечен, что-то в этом роде. Ахшаб нахон Александр пишет откликнуться, ответить положительно. Окей, дайте мне пример. Какой-нибудь пример с этим глаголом. Если откликнуться на что-то, то это предлог ле, например, на какую-то просьбу, да, на ибрите, мы скажем, на она, либо каша, у, на она, либо каша. И ответить положительно, я бы не сказал, что это именно положительно ответить. Что интересно, на ибрите, иногда мы используем вот такие глаголы, которые начинаются на нун, от первого лица. То есть, давайте, скажем так, я могу в ибрите сказать, я, они, наанетти, наанетти, с буквой айн, да, вот этот глагол, наанетти бе шлиля. Шлиля – это отрицание. Это как бы не этот каст. Хорошо, как мы это переведем? Наанетти, я был ответен, отвечу. Все очень просто. Для этого, чтобы понять, как работает этот глагол, мы сейчас возьмем другой пример. Пример глагола требовать, ли дрожь, и требоваться, ли дарэш. Окей? Он потребовал дараж, и требовался, не дражь, но даже, скажем так, был потребован. Я могу сказать, не дражьте, что-то сделать. Не дражьте. Хорошо, не дражьте, я переведу как от меня требовалось. От меня потребовалось. Окей? Это уже будет как бы от меня. Соответственно, наанетти можно перевести, и надо будет переводить как я получил ответ. Или не получил ответ. Лёна анетти. Я могу сказать, я получил, например, отказ какой-то, да? Помимо слова кибальти. Я получил ответ в виде отказа. Наанетти бешлиля или наан. И я могу сказать, что я получил позитивный ответ, положительный точнее. Наанетти бехиюв. Или вы говорите, что я обратился, но не получил никакого ответа, да? Опять же, можно, конечно, сказать лёхибальти шум-чува шум-анэ или лёна анетти клянь, что переводится, как я вообще не получил ответа. Ну и, конечно же, да, с предлогом ле это уже будет на что-то как бы откликнуться, вызваться и так далее. А как видно, сколько людей в этом? Тут можно увидеть. А, я вижу, 56. Окей. В общем, 66. То, вы разобрались с глаголом леанод. То есть он, видите, используется в более формальной форме. То есть либо получить ответ, соответственно, на анену это мы получили ответ и так далее в прошедшем времени. Ну и можно и в настоящем времени, но реже мы его используем. Дальше. Следующий глагол у нас похожий, да? Мы сказали, это был... Первый у нас был леанод. Ответить. Потом у нас был леэанод. Потом у нас глагол леанод. Шаб леанод. Видите, он чем отличается? Тут у нас леанод, тут леанод. Это уже другой бинян. Точнее, это бинян ель. И это уже будет мучить. Но мучить больше как бы вот приносить муки. Пытать. Пытать тоже будет. Пытать. Только не пытать судьбу, а пытать кого-то. Поэтому пытка на иврите будет. Слово инуй. Иной. Инуим. Пытки. Естественно, смотрите. Если к прошедшему времени мы скажем гу и на. То есть он пытал. И есть страдательный залог. Уна. Бинян пуаль. То есть был подвержен пыткам. Был подвержен пыткам одним словом. Уна. Окей. Но это опять же для любителей бинянов. Но есть и такой глагол. Да, иногда используется. Иногда даже в таком просто, когда мы хотим что-то какую-то гипертрофированную описать какую-то ситуацию. Сказать. А, это пытка за мамашу. Инуи. Инуи. Это у нас третий. Потом у нас есть глагол ле-го-нот. Окей. Ахшав ле-нот. Видите, это уже другой корень. То есть тут у нас, по сути, одни и те же корни. Но здесь у нас будет корень гей-нун-гей или гей-нун-юд. Извиняюсь, не гей. Сейчас мы это исправим. Юд-нун-гей. Юд-нун-гей. Ле-нот. Давайте так скажем. Кому-то знакомо слово о-на-а. О-на-а. Вот так вот. О-на-а. О-на-а. О-на-а это шарлатанство, обман, махинация. Те, кто вам звонят, по телефону говорят, что я там какой-то начальник банка какого-то или представитель. Это есть о-на-а. Окей. Мошенничество, нахуй. Он мошенничество. Видюк. Молодец. Супер. Шаблеонот. Это, по сути, его глагол. Леонот-эйт. Это кого-то обманывать. Это шарлатанить. На наиврите это будет в винительном падеже. То есть, кого-то обмануть методом мошенничества и так далее. Поэтому, да, отсюда у нас часто очень мы встречаем вот это слово. О-на-а. Вот. Да, такое слово. Леонот. И, опять же, если мы берем в прошедшем времени он как бы обманул. Ву-го-на. Это биняный фельм, но у нас тут первая буква корня ю превращается в букву о и буква х в конце. Поэтому мы слышим а в конце. О-на. И, если мы хотим сказать он был обманут, он был ну, обманут, то уже, скажем, гу-на. То есть, это биняный фельм. Они очень похожи выглядят, но это биняный фельм. У-на. Например, кто-то купил там недвижимость, а в итоге там не построили и так далее, да, то это будет у-на-а. и алекохот гу-ну. Были обмануты. Потому что ба-ля-хевра что сделал? гу-на-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Ле-ге-нот у нас переводится как ле-ге-нот. С юдом пишется, но мы ее не слышим. Нахон, ле-ге-нот – это получать удовольствие и наслаждаться чем-либо или от чего-то получать удовольствие, как раз как-то от чего-то с предлогом «ми». Это бедя-нифали, тут будет у нас корень хей-нун-хей, если я хочу сказать, например, «я получил удовольствие». Не-ге-не-ти, нахон. Так, это будет писаться. Не-не-ти. Часто говорят, «А, было прикольно, я-тоф, я-кеф, туда-рабаме, одне-не-ти, не-не-ти мя-б-гиша», и так далее. Не-не-ти льет-по. У него две формы, смотри. Есть вот такая форма инфинитива, ле-я, это как бы полноценная форма, но в Академии Еврита также принята и вот эта форма. И вот такая форма. Такая форма будет уже ле-ге-а-нот, но если ты, Илья, обращал внимание, я думаю, ты обращал внимание, Илья. Как люди говорят, ле-а-нот или ле-е-нот? Что ты ча... Давайте я всех спрошу, что вы чаще слышите? То есть получить, если вы слышите иврит вокруг себя иногда, да, получить удовольствие ле-е-нот? Нет? Пошла, мата. О-кей. Но, да, имеет место как бы такая форма тоже инфинитива, именно там, разумеется. Да. Тем не менее, в прошедшем времени у нас приставка нун, и потом идет вот первая буква корня эй, потом нун и потом юд. Тут есть еще пару нюансов. Например, из-за того, что у вас третья буква корня юд, у вас всегда этот слог будет читаться как э, поэтому видите, как мы говорим не-ге-не-ти, то есть у нас тут будет очень много гласных эй подряд. Не-ге-не-ти. Окей? То есть тут у нас первый раз не, потому что тут эй стоит, а тут у нас звук эй, потому что юд стоит. Ну, в общем, это такой нюанс таких корней. Это касается не только этого корня, это всех корней, в которых третья буква корня юд, и происходит почти во всех биньянах, кроме биньяна пааль. Вот. Так что да. Ну и пи-эль тоже. Хотя там тоже можно сказать. Ну, неважно. И вот у нас пять глаголов. Тогда давайте сейчас подведем короткий итог. А пока я стираю, знаете, над чем я работаю, ребят? Я работаю сейчас над суперкурсом, который... Это даже не курс, а скорее всего, как такой... Интенсивный мастер-класс по быстрой технике спряжения глаголов, не зная биньяны. Не зная биньяны. Потому что... Ну, к сожалению, ребят, давайте смотреть правде в глаза. Проблема с быстрым спряжением. Многие почему-то думают, что это именно дело памяти, что нужно запомнить формы, но дело просто тренировки. Поэтому нужно пройти определенный объем работы с глаголами. Причем, ну, в учебниках это все круто и хорошо, но у меня свое видение, как вас, вас или тех, кто хочет, тренировать, очень быстро получать нужную форму, даже если вы первый раз столкнулись с корнем. И тут я люблю иногда делать такой эксперимент. Поэтому давайте я попрошу вас, кого-то из вас, просто накидать любые три буквы, пока желательно согласные. Но любые три. Три согласных буквы. Не думайте никаких о корнях. Все, что вам в голову приходит. Три согласные буквы. Просто кидайте их и все. Все. Окей. Даже можно взять на русском. Нахон. Ну, кешер есть такой корень. Желательно что-то, что... Видите, как у вас мозг работает? Вы кидаете слова, которые вы уже знаете. Окей. Илья кинул. Нун хав тет. Я специально даже на русском даю, потому что я хочу, чтобы вы можете даже на русском три согласные буквы написать. Не обязательно. Александр попросил пока согласный. Пока. Будьте внимательны. Ну, давайте вот этот первый. Давайте еще какой-нибудь сет. Хотя такой корень, похоже, есть. Окей. Давайте напишем. Второй корень у нас. Что-то у вас с буквой хэд прямо у всех какой-то роман. И третий. Окей. И оффи. Возьмем, к примеру... Давайте возьмем, например, первый корень. Да? Давайте второй, неважно. Пусть будет первый. Возьмем бинян па. Даже если я не знаю бинян, я знаю форму, например, слова лихтов. Если я умею очень быстро распрягать глагол лихтов, я это не я, Тимура, вы, то вы сможете очень быстро работать с любыми тремя буквами. И даже если в них будут гортаны, мы об этом тоже поговорим. Берете этот корень, и что вы получаете? Инфинитив линхот. Здесь лихоль. Здесь лифрог. Ну, пэй будет фэй. Здесь литтоль. Нахон? Просто. Скажешь, ну окей, Тимур, ну... Инфинитив. Ну, давайте спрягать. Поехали. Я что сделал? Даже если мы не знаем перевода. Нахат и нахат, ну нахатта, 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 нахту, нахта и так далее. В настоящее время нухэт, ну хэтэт, ну хрим, ну хтот. Будущее время. Мы берем инфинитив линхот, убираем приставку. Если это не гортанная, да, хэль, то это будет энхот, тинхот, тинхати, тинхату, инхот, инхату. То же самое здесь. Подставляем под паали, получаем. Все, а когда вы скажи Ты учитель, ты это часто... Нет, ребят Так работает мозг Давайте возьмем какой-нибудь другой беньян Например, возьмем что-то в виде леозпил и под него подставим этот корень Вот этот, менее популярны. И что мы получим? Ле-аг-хиль. Вместо ле-азмин. Прошедшее время. Изманти значит икхальти. Изману икхальну. Изманута икхальта. Изманутым икхальтым он что-то сделал. Измин. 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 Измину икхилю. Мазмин макхил. Мазмин макхил. Будущее время. Ле-азмин. И так далее. Окей. Возьмем другой беньян. Пи-эль. Как, например, ле-са-пер. И даже пассивные формы тоже можно. И возьмем слово корень пей-рейш-гимель. Он рассказал си-пер. Он что-то сделал, что мы еще не знаем, потому что у нас этот корень не имеет никакого смысловой нагрузки. Но мы точно знаем, что он пир-эйг. Дахон она Ну ты умник, конечно, давай какой-нибудь там нефальчик, который, блин, там непонятно как спрягается. Поехали с нефалем. Возьмем тот же, например, корень. Пусть будет у нас гимель. Ну или пусть будет хэт, если хотите. Ну или пусть будет вот этот вот. Короче, неважно, какой хотите. И вот у вас есть, например, нихнас. Вы умеете работать с нихнас? Очень круто. Представляете, корень, что вы получаете? Он здесь будет нефраг. Если первое лицо нихнас, ты нихнаста, 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 нихната, нихракта. Если это буква Ф, я просто ее как Фей пишу, потому что она будет как Фей. В настоящее время нихнас, нихнесет, нихраг, нихрагит. Никхаль, ниххелет. инфинитив, лейканэ, значит, здесь будет лейпарэг, лейпарэг, непорэг, 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 и так далее. Почему я все это говорю? Не чтобы там показать, что я там крут. Нет, конечно. Потому что у меня есть ученики, которые точно так же делают, если, конечно, хотят. Потому что техника споряжения, и опять же, и с гортанными буквами, с которыми мы тоже будем работать на этом мини-курсе. Но цель этого курса будет именно настолько вас, я не хочу выражаться, ну, я не знаю, как сказать, наточить. Можно таким словом сказать? Настолько вас наточить, что просто потом у вас будет все это как от зубов отлетать. Кроме практики и именно сфокусироваться на споряжении. Вы знаете, потому что мне, честно говоря, у меня есть курс там глаголы, биньяны и так далее. Там мы, естественно, изучаем корни, мы углубляемся, мы работаем с залогами, мы работаем с всеми биньянами и так далее. Это все очень классно. Это уже когда у человека есть база. Просто ко мне приходят на бейт зачастую. И вроде прошли алифы, и вроде пошли. И вдруг мы начинаем работать с биньянами. И вдруг я понимаю, что человек элементарно до сих пор не научился спрягаться как надо. А почему? Это технический момент. Это не момент понимания. Это не момент какого-то там, не знаю, сознания этимологии. Нет. Это чистый спорт. Гимнастика, как хотите, называйте это. Определенный навык, который вы получаете точно так же, как каждый из вас что-то в своей жизни делает очень круто и быстро. Каждый из вас, кого я сейчас смотрю, Юлия, Оксана, Александра, каждый из вас и многие другие, что-то делает одно, может быть и не одно, очень хорошо и очень быстро вообще в своей жизни. Но вряд ли кто-то из вас родился с этим и научился сразу что-то делать быстро. Когда-то он делал что-то очень медленно и плохо. То же самое здесь. Поэтому это просто требует определенной такой вот, я бы сказал, даже двухмесячной. Я курс строю, рассчитывая на два месяца, но очень крутой прожарки, чтобы после этого можно было спокойно идти потом. Работайте уже с биньянами, не работайте потом с чем хотите, с пассивами и так далее, но у вас уже будет настолько сильная основа, что вас уже не пошатнуть. Вот то, о чем я хотел сказать. Ну, а завершая наш эфир, напомню, пять глаголов. Естественно, на курсе, да, мы работаем с гортанными буквами, тоже важный момент, потому что они могут немного менять произношение, но это тоже очень технический момент, и его точно так же можно одолеть. Относительно несложно. А начали мы с того, что у нас есть пять глаголов, которые очень похожи между собой, но они совсем-совсем разные, и это глагол. Ле-Анот, отвечать, это глагол. В другом порядке возьмем. Ле-Анот, это как бы уже получать ответ и откликаться на что-то, сказать, глагол Ле, как правило, на просьбу, на обращение, если это на что-то откликаться, это глагол Ле-Анот, пытать, мучить. Вот такой глагол у нас. Это глагол Ле-Анот, что же переводится как обманывать, да, обманывать кого-то, дурить, но в плане мошенничества с предлогом Эт. И последнее мы сказали то, что я надеюсь, что вы сегодня испытали. Ле-Анот, получить удовольствие от чего-либо или от кого-либо. Окей? Вот такой у нас. Часто мы в будущем времени говорим как ТН, ТН, ТНУ. Типа, жила, хорошо провести время, жила, там, и так далее, и так далее, и так далее. А зе у хэвре, анах, ну, базот, мисаймим, короткий эфир, полчаса, это не короткий эфир, это хороший эфир. В любом случае, я бы хотел, чтобы те, кто из вас присутствовали, если что-то полезное для себя взяли, просто можете написать в комментариях что-то одно, что вам было полезно. Те, кто не присутствовали на эфире, могут увидеть это в комментариях, и даже из вашего комментария взять для себя что-то полезное, сэкономив себе полчаса целого эфира. Ну, это прям кому очень-очень будет лень смотреть. Это можно сделать, кстати, либо здесь, либо под вот этим вот, под картинкой, где я пишу, пишу свои вопросы. Йоффи, азеке, ребята, люблю вас, оэвот хэм, тода шэбат эм, тода шэбат эм, вэ лайла, то внашамот. Яля, всего доброго. На этом можно... Да, будет запись, я думаю, страница, я ее тоже скину, если вдруг кто-то в какой-то причине ее упустил. Байли Траут. А, ну и по поводу курсов будет анонс. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok